Привет, друзья! Маленькая дочка, кажется, уснула, и я всё-таки смогу для вас записать это долгожданное видео. Это Будни Звездочёта, и с вами Саша Смирнов. Подписчики моей группы ВКонтакте и мои друзья в этой социальной сети, наверное, уже знают, что ко мне пришла одна важная посылка. Но для тех, кто не в курсе, сегодня я расскажу об этом подробнее. Ну, в общем-то, для подписчиков, которые просто видели маленькую информашку. Буквально на этой неделе ко мне приехал вот такой пакет. Я его забрал на почте России. И выложил эту фоточку с призывом угадать, что же здесь такое находится. И практически сразу люди, которые внимательно смотрят ролики Астроканала, угадали, что ко мне пришёл корректор Комы. Пакет, как видите, небольшой, а коробочка с корректором Комы ещё меньше. Вот. Очень небольшая штучка, которая вместе с доставкой мне вышла из Германии по стоимости примерно 175 евро. Что же внутри? Открываем коробочку. И находится упакованный пакет корректор Комы. Закрытый крышками с двух сторон. Пакет крышку. Вот что это из себя представляет. Небольшой такой вот линзовый блок. Что с ним делать, спросите вы. Вы берёте ваш фотоаппарат с Т-кольцом и прикручиваете фотоаппарат как раз к корректору Комы. И потом вся эта конструкция, здесь находится фотоаппарат, вставляется в фокусировочный узел вашего телескопа. Для чего нужна эта маленькая, но достаточно дорогая штучка? Дело в том, что у телескопов Ньютона существует один маленький, но существенный недостаток. У него есть такое искажение, которое называется Кома. Выражается она в том, что чем дальше от центра, тем звёзды меньше напоминают точки. И, как правило, на краю поля зрения они и вовсе вытягиваются в такие вот звёзды с хвостами. Поэтому похожи они на маленькие кометы. Чтобы исправить вот этот жесточайший недостаток, нам и нужен вот этот вот маленький приборчик. Он выпрямляет поле, поле зрения вашего телескопа. И звёзды более-менее везде должны быть в виде точек. Как понимаете, вещь важная в хозяйстве у астрофотографа. Ну, я в данном случае выступаю в качестве начинающего астрофотографа. Так, балуюсь этой темой. Но, возможно, меня затянет. Так вот, конкретно корректоры Комы бывают у разных производителей, разных ценовых категорий. У меня корректор Комы произведён компанией Bader Planetarium. И название у него MPCC Mark III. Кома-корректор. Важное уточнение, что если вы используете вот такое обычное Т-кольцо, то никаких дополнительных приблуд вам не нужно. Кома-корректор, Т-кольцо, фотоаппарат, телескоп. Поехали, снимаем. Но если же вы используете переходник M48 на 0.75 более узкий, не вот не такой как-то кольцо, а ещё уже раза в два, то нужно докупать специальный переходник, который накручивается ещё на Кома-корректор. И уже потом вы туда докручиваете своё колечко. Вот, поэтому если будете покупать, уточните обязательно этот вопрос. Ну, как правило, все используют Т-кольцо, поэтому здесь проблем не должно возникать. Что касается Кома-корректора, то этот, конкретно вот этот, используется и может использоваться и для визуальных наблюдений, и для фотографических. При этом диапазон тех телескопов, в котором он может использоваться, светосила от 4,5 до 6. То есть, более светосильные ньютоны для него уже не очень подходят. Ну, а, собственно, в менее светосильных ньютонах проблема Комы уже не так заметна. Собственно, там вопрос решается без Кома-корректора. Так или иначе, друзья, вчера попытался съездить на наблюдение, но обломался с погодой, поэтому протестировать вот эту штуковину я не смог. Вот. Как только у меня получится съездить на наблюдение и получить какой-то результат, я обязательно об этом расскажу и покажу вам в виде видеоролика и в виде фотографии, надеюсь. Вот. более объективным не делать скоропалительные выводы по качеству оптики, по качеству картинки, по качеству результата, который дает этот телескоп. Ну, что ж, вот, собственно, этим и хотел с вами поделиться. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на Astral Channel. Каждый подписчик для нас очень важен. Ну, для меня, в первую очередь. Очень важен. Вот. Ну, а на этом у меня все. Я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok